Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Что такое благодать? Благодать — это для нас самое важное приобретение. Благодать называют даром Святого Духа. Божьей благодатью именует преподобный Серафим Саровский тот елей, который имели благоразумные девы, так что оказались желанными на брачном пире, и не имели безумные, потому и остались вне пира, за дверями, в которую уже бессмысленно ударяли, надеясь войти после их затворения. Благодатью Божию Силуанафонский называет тот дар, который необходим всем людям Земли, дар Духа Святого, без которого вся жизнь человеческая не имеет смысла. Потому что ведет только к истлению. И истление это касается не только его физиологической части, материальной, но и самой души его. Хорошо открыть апостола Павла, который ясно проповедует в своем послании к Титу. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Оправдаться благодатью, то есть перейти из неправедного состояния в праведное, Господь дал нам возможность, излив на человечество, на нас с вами, на тех, кто захотел ее принять, Божью благодать. В XIV веке Григорий Палама, святитель, великий учитель церковный, подвижник, святой жизни человек и сын святых родителей, образованнейший во всех отношениях, сформулировал то учение церкви, которое она всегда содержала, но не всегда в такой ясности и терминах определяла. Это понадобилось в связи с восстанием против православного, подвига молитвенного, против поиска облагодатственного состояния, как залога нашего вечного спасения, которое пришло с Запада, из Рима, и среди православных начало проповедоваться, как подлинное учение в опровержении свидетельств святых отцов, святых апостолов и современных святителю Григорию, монашествующих подвижников, которые в своих аскетических трудах, в своей жертвенной жизни, посвященной Богу и ближним, обретали залог вечного спасения своего, действие благодати Божией, которая принималась человеческой личностью и оправдывала, преображала из неправедного в неправедное всего человека, и душу его, и тело. Это сила Божия, действующая в таинствах Матери Церкви. Не будь этой благодати, каким образом предложенные на проскомедии хлеб и вино, принимаемые нами как истинное тело и кровь Спасителя, служили бы к нашему обоженью? Никак. Никакая энергия, если она не есть сам Бог, не может произвести такого приложения веществ земных в вещество небесное, но пригодное к усвоению нами земными ради нашего сочетания с небесным. Святитель Григорий так определил эти благодатные лучи, исходящие от Божества и достигающие нашу человеческую природу для ее преображения. Божественной энергии есть способ бытия Божьего вне его непостижимой сущности. И лучами этой благодати, этими божественными действованиями, по слову святителя Василия Великого, пронизана вся Вселенная. Всю Вселенную он уподобляет гигантской неопалимой купине, проницаемой, но не попаляемой величественными, божественными лучами Божьей благодати. Эта благодать предназначена для нашего спасения, для того, чтобы свободно разумные творения, личности, возжелав быть с Богом, могли с Ним и быть. Вопрос, предназначены ли все к действию этой благодати, либо она, как божественная, избирает сама тех, кого находит достойным себя. Именно так. Но только что значит оказаться ее достойными? Это значит навстречу любви Божьей явить свою любовь, открыть сердце свое для этих действий Божьих. Как это делается? Участвуя в жизни Церкви, прислушиваясь к ее увещеваниям и следуя за тем учением о Христе Спасителе, которое она нам преподает, пользуясь теми таинствами, которыми она нас питает. Таким образом открывается сердце человеческое, поверье его в Господа Иисуса Христа для действия благодати. И так Иоанн Златоуст определяет избранничество. Избранничество от Бога для самого великого дара, какой может получить человек в его божественной благодати, преображающей нас и усваивающего нас вечной жизнью. Так вот, эта благодать бывает к тому предназначена, признак избранничества в том состоит, что она обретает себе сердца, готовые ее принять, устремленные к ней. А это находится в области нашей свободы, в этой синергии Бога, дающего благодать нашего освящения и спасения, и человека, принимающего эту благодать, в человеческой власти употребить свою волю. Нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным, ни вольник, ни богомольник, никто не спасается принудительно. Но действие великой и спасающей Божьей благодати для открытого сердца неизменно будет плодотворным и неизменно ведет к тем самым добрым плодам вечного спасения, которое нам дороже всего в этой жизни и в будущей. Потому благодатью мы именуем самого Бога, Его к нам прибытие и Его к нам нисхождение, и сознаем ее как подлинную природу божественную, только не сущность Его, а Его энергии, к которым призваны приобщаться, возвышая от дня ко дню, от года к году свое восприятие мира, свое отношение к жизни, свою любовь к Богу. Дорогие друзья, чтобы лучше узнать Священное Писание Нового Завета, на сайте экзегет размещена викторина в аудиоформате. Если, отвечая на вопросы, поставленные в ней, интересно и увлекательно, вы сможете стать гораздо ближе к словам, к содержанию Священного Писания, к радости вашей душевной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok